Музыка Во всех цехах стерильная чистота, словно в вирусологических лабораториях. Все сотрудники одеты в специальную одежду и раз в неделю, а может быть и чаще, у них берут смывы с рук для лабораторных исследований. Как театр начинается с вешалки, так и цеха Аэромара, производителя питания для пассажиров Шереметьево, начинаются с санитарного пропускника. Пройти через турникет не удастся, если не подставить руки для получения порции мыла. Затем очистка халатов от ворсинок и катышек. Незавершающим этапом санитарной обработки является очистка рук с спиртовым раствором. В цех горячего питания голодным лучше не приходить. В воздухе витают ароматы гарниров, тушеного мяса, жареного лука и омлета. В сутки здесь готовят более пяти тонн еды. Хватит, чтобы накормить свыше 50 тысяч пассажиров эконом-класса и около 10 тысяч бизнес-класса. Это более 400 рейсов в сутки. Работа кипит под чутким присмотром начальника цеха Бориса Шлыкова. 20 лет назад он пришел в компанию работникам в коренной цех, резал овощи и фрукты. А сегодня отвечает за все горячее питание пассажиров Шереметьево. Под его руководством более 200 сотрудников цеха. Работа интересная, творческая, большой коллектив. Нужно все время контролировать все. Ну и плюс, опять же, здесь достаточно стабильное предприятие. То есть за 20 лет здесь ни разу зарплату не задержали. В соседнем цехе готовые блюда фасуют в одноразовую или фарфоровую посуду. В зависимости от класса. Например, для пассажиров эконома на выбор есть обед из двух блюд. Бизнес-класс состоит из трех комплектов. Пурции отправляют на рейс вот в таких печках-вкладышах. В данный момент у нас рейс Шереметьево-Дели. Соответственно, сюда комплектуется питание. На борту бортпроводник эту печку помещает уже в ее ячейку. И там происходит разогрев питания, после чего это питание раздают пассажирам. Оно провокировано днем недели. И на каждом спецпитании, соответственно, указывает свой код. Это международный код специального питания. То есть в данном случае у нас ребенок, азиат-вегетарианец. И человек, который заказал русское питание, то есть русскую национальную еду. Специальное питание – это особое направление в горячем цехе. По желанию пассажиров и в соответствии с международными стандартами, здесь готовят вегетарианские, диетические и постные блюда. А также обеды, приготовленные в соответствии с религиозными запросами. Я комплектую спецпитание для вегетарианское. Это полба с шампиньонами. А это уже холодный цех. Здесь 500 человек готовят более 70 видов закусок. Мясо, рыба, овощи, мороженое и сэндвичи – как для бизнес-класса, так и для эконома. Разница лишь в размерах порций. Приблизительно бизнес-класс – это 300 грамм, а эконом-класс – грамм 100. Ежемесячно образцы всех продуктов питания в компании отправляют на контроль качества. Контроль качества осуществляется на всех технологических этапах, начиная с входного контроля сырья и заканчивая уже производством готовой продукции и отправки ее на борт воздушного судна. А это уже кондитерский цех. В отличие от холодного цеха, здесь всегда тепло от печей, в которых пекут десерты и пирожки. Каждые сутки отсюда отправляют на борт более 20 тысяч угощений. По количеству наименований у нас более 400 различных рецептур, которые время от времени готовятся в зависимости от пожеланий авиакомпании. Каждый месяц ведем работу по разработке новых рецептур, для того чтобы по желанию опять же авиакомпании, то есть на новые циклы, предоставить для пассажиров какие-то новые продукты, то есть в зависимости от времени года, от новых каких-то новинок в пищевой промышленности. Что касается изменения питания, то комплекты эконом-класса обновляют раз в полтора месяца. Для бизнеса – раз в три месяца. За изменениями в меню ответственность лежит на шеф-поваре компании Романе Бурцеве. В зале презентации на суд представителей авиакомпании он предлагает новые блюда. Здесь же их разогревают в авиационных печах, а подают еду дегустаторам, бортпроводники. Условия приближены к реальным во время рейса, только не трясет и уши не закладывает. Допустим, самый крупный наш клиент – компания Аэрофлот, присылает высшее свое руководство. Представители иностранных компаний присылают своих экспертов. Кто-то высказывает пожелания, уже готовое меню присылает. То есть мы готовим по их рецептурам с учетом их пожеланий. Какие-то авиакомпании просят разработать с нуля предложения для своих пассажиров. И все же главные критики блюд компании «Аромар» дочернего предприятия Аэрофлота – это пассажиры. Перевозчика признали авиакомпании с самым вкусным питанием на борту. На протяжении шести месяцев эксперты аналитической компании «Авиапорт» участвовали в масштабном исследовании Общероссийского объединения пассажиров. Они изучали сервис на борту самолетов двух десятков российских авиаперевозчиков. Специалисты сделали вывод, что лидер рейтинга предлагает самое разнообразное и сбалансированное питание. Подробно информируют о составе блюд и возможных аллергенах, еду подают в удобной упаковке, а посуда для сервировки выглядит презентабельно. Компания «Аэромар» занимается производством и доставкой бортового питания на воздушные суда российского и зарубежных авиакомпаний 30 лет.